Их прочности и выносливости могут позавидовать именитые мастера спорта. Военные, которые еще недавно держали оборону на восточных рубежах, сошлись в спортивном турнире. Протезы и инвалидные коляски не препятствие для сильных духом, говорят участники. Среди них и 23-летний десантник Сергей из Днепра. В боевых действиях на Востоке участвовал с первых дней. Два года назад парень поймал пять вражеских пуль. Одна попала в голову, еще четыре в спину. Теперь Сергей на инвалидной коляске. Спортом занимался еще до армии, теннисом настольным, рукопашным боем. В армии тоже инструктором рукопашного боя был. Спорт – это для себя. Это показать людям остальным, что неважно в каком состоянии можно двигаться, можно жить и можно все делать остальное. В играх героев бойцы разделились на три категории. Те, кто с протезами, кто на инвалидной коляске и те, кто не получил тяжелые ранения. В общем, 25 участников. Каждый выполнял упражнения, которые не всем под силу. И на брусьях подтягивались, и пресс качали, и в скорости соревновались. Физическая активность, она вообще имеет большое значение. Неважно, есть ли у человека какой-то изъян или травма, или он здоров. Кровь в организме надо гонять, ибо движение – это жизнь. Под лежачий камень вода не течет. Спортивный турнир «Всеукраинские» и его этапы уже прошли в Киеве, Харькове, Днепре и Николаеве. Это уже пятый этап в Украине. Далее будут все украинские игры, город Киев в конце года. Также будут поездки в Брюссель на показательные соревнования. Это как бросание вызова военнослужащим НАТО. Организаторы говорят, хотят приложить все усилия, чтобы уже в следующем году выйти на международный уровень. Чтобы наши ребята имели возможность помериться силами с военными стран-членов НАТО. Из Львовской области Марьяна Оленская для Юэй Тиви.